Ух! Вот видите, о чем я и говорю. Всем привет! Сегодня хочу рассказать о способе ловли, который уже много лет находится в топе самых популярных видов ловли у наших спиннингистов. Это ловля на крупные воблеры Minnow. Расскажу о хитах, которые ловят уже много лет применительно к тем условиям, где я сейчас нахожусь, и о некоторых новинках, модификациях, которые появились совсем недавно. Я на средней Волге, сейчас почти середина лета. Рыба не настолько активная, как и была месяц назад, и поэтому, чтобы поймать хоть что-то, нужно очень сильно постараться. Ну, а воблеры Minnow в этом мне помогут. Те, кто знаком с Алексеем лично по фильмам или встречам, знают о давнем его пристрастии к Рудри от японской фирмы ОСП. С этой модели, пожалуй, и начнем. Проводка была короткой. Эта щучка рванула к Рудри, как поклонница к долгожданной звезде за автографом. Что называется первый заброс, я даже еще морально не был готов к тому, что рыба клюнет, у меня и заброс-то не получился, я просто кинул. Такое было ощущение, что вроде как петля где-то вылетела, но ее на самом деле не оказалось. Я стал быстро выматывать приманку, и тут же клюнула вот эта щучка прямо из-под травы. Как-то напрягся, Алексей. А все потому, что бытует среди рыболов такая примета. Поймал с первого заброса, дальше рыбы уже не жди. Во что верить? В примету? В Рудру? Наверное, прежде всего в себя. Вот она. Ну, надеюсь, теперь щуки будут переходить на свой истинный волжский размер, потому что Волга-река большая, большая вода и есть большая рыба. Конечно, гигантские щуки клюют не часто, но вот 2-3 килограмма – это то, на что я рассчитываю на сегодняшней рыбалке. Итак, никаких примет. Вместо них – опыт, логика и здравый расчет. В рыбалке они помогают куда лучше. Вряд ли пойманная щучка тут была единственной. Всего-то и надо подать приманку правильно, чтобы не спугнуть, а привлечь и спровоцировать. Может ли крупный воблер насторожить рыбу? Конечно, если кроме размера в нем больше ничего интересного нет. Но у Алексея высококлассный минул, отзывчивый на любую проводку. Ассура Рудра – версии МСФ. Каждый из его 130 миллиметров способен придать уверенность. Пора рассмотреть эту Рудру в подробности. Ну, вот и вторая рыба не заставила себя долго ждать. Опа, щучка резвая, небольшая, но резвая. Смотрите, что делает. Ну, поднимайся. Да, небольшая щучка. Травяночка. Ну, собственно, и клюнула от травы. Вот она, бровка. Прямо из-под бровки она схватила воблер. Щука номер два. Прошло буквально пять минут после начала рыбалки, а уже я с двумя рыбами. Знаете, это очень классно на соревнованиях, когда приплываешь на точку и за первые пять минут ловишь две-три рыбы. Это так успокаивает нервы. И вот сейчас я вышел на воду, поймал быстро две щучки и сразу как-то внутренне успокоился. Понял, что сегодня рыбалка будет хорошей. Тем более погода, что называется, щучья. Смотрите, вокруг везде высокие облака, высокая облачность, но дождя нет. Даже если будет кратковременной, это не страшно. Но на воде находиться очень комфортно, даже я вот в куртке в легкой. И самое главное, все благоприятствует тому, что рыба будет активной. И это радует. Ну что ж, щука активна. По мере рыбалки буду предлагать ей разные вкусности из своего арсенала. А начал я свою рыбалку вот с этого воблера. Это ОСП Асура Рудро. Ну, можно сказать, что приманка уже избитая. Каждый спиннингист, который рыбачит на крупные воблеры минов, великолепно знает эту приманку. Можно сказать, это прототип всех крупных минов, которые появились в нашей стране. Поскольку именно этот воблер набрал наибольшую популярность первым. Но ОСП не стала останавливаться только на двух основных модификациях. Плавающий и суспендер. Выпустила массу дополнительных вариантов этого же воблера в этой же форме, с такой же лопастью, но с другой плавучестью, что делает заглубление приманки иным. Сначала появилась модификация SF, медленно всплывающая Slow Float. А это MSF, но можно расшифровать как средний медленно всплывающий, это как раз промежуточный вариант между Slow Float, который весит 17,5 граммов, и SP, суспендер, который весит 20 граммов. И как раз 18,5 граммов весит MSF. Всплывает эта модификация медленнее, чем плавающая, но чуть быстрее, чем медленно всплывающая. Ну и, соответственно, заглубление этого воблера хорошо подходит под то место, где я сейчас нахожусь. Подо мной глубина на 2,5 метра. Суспендер здесь бы смело уходил на эти самые 2,5 метра. Шкиря бы одно, но для Wubermin это не требуется, потому что это приманка пелагическая, которая идет в толще воды. И заглубление 1,8-2 метра, которое присуще MSF, здесь самое то. Ну а касательно места, если вы обратите внимание, за моей спиной вот такая коса. Ее очень хорошо видно по рогозу, который выдается из воды, видно травку. А здесь рельеф дна резко меняется. Начинается с вал, который уходит сюда до глубины 8-9 метров. А подо мной небольшая плата с стелющейся по дну травой, которое наклонено под силой течения. И в этих условиях щука очень любит держаться и охотится на молоть, которая бегает туда-сюда, то на глубину, то на мелководье. Здесь ходит и лещ. Кстати, это признак того, что может быть крупная щука и платва, ну и все другие виды рыб, которые привлекают внимание щук. Заброс я делаю строго вдоль бровки, вверх по течению. Течение не очень сильное, поэтому такой легкий апстрим получается. Ну и провожу приманку в классическом варианте. Это твичинг. Ну не сказать, что агрессивный. В принципе, МСФ этого и не требует. А вот такой в достаточно спокойном ритме и темпе. Щука очень любит, когда приманка играет вот в таком варианте, когда ее дергаешь не сильно агрессивно. Ну скажем, это такая классика твичинга. То, что можно назвать шаблонным вариантом проводки. Ну вот лично у меня он выглядит так. Хотя у каждого спиннингиста несколько отличается. И поэтому просто нужно экспериментировать и подбирать тот вариант проводки, который нужен здесь и сейчас. Не существует каких-то, ну не то чтобы универсальных решений, а тех вариантов, которые будут работать всегда и везде. Под каждую рыбалку, под каждое условие требуется свое индивидуальное решение. Тонкая игра с проводками, чтобы спровоцировать не только активного, но и пассивного хищника, конструктивный конек Тошинари Намики, создателя приманок ОСП. Два движущихся вольфрамовых шара версии МСФ почти вдвое тяжелее шаров в плавающей версии. Это не только замедляет всплытие. Как говорит Тошинари, 1,2 грамма разницы в весе движущихся шаров, меняющих положение центра тяжести, достаточно, чтобы заметно изменить игру и дать рыболову новые возможности. А вот и очередная щука. Это уже покрупнее. Ну какая-то она, никакая. Просто как кусок полена, она там схватила, буквально в 15 метрах от лодки. Я ее сюда подвел, и вот никакого даже намека на сопротивление. Ну знаете, в таких ситуациях обычно это вовсе не говорит о том, что щука не доставит неприятностей в лодке. Если она не утомилась, то если вот я просто сейчас ее возьму в руки и попытаюсь отцепить, она будет всячески пытаться у меня из рук вырваться. Ну вот давайте, ради эксперимента. Вот видите, о чем я и говорю. Ну вот, симпатичная, тоже ближе к волжскому размеру. Обычно вдоль травки клюют щуки в размере от 2 до 3 килограммов. Это как раз такой фоновый размер тех щук, которые здесь обычно и ловятся. Я уже сказал, что ловлю здесь апстримом. Это вызвано тем, что, во-первых, направление ветра мне в спину, это юго-западное направление. Кидать против этого ветра сейчас не очень комфортно. Во-вторых, здесь довольно много травы, которая приглажена течением. И чтобы воблер лучше проходил и не цеплялся за верхушки водорослей, лучше проводить его апстримом. Но все дело в том, что водоросли наклонены вниз по течению, а воблер, когда проходит сверху вниз, он как раз проскакивает вдоль этой травы вниз и практически не цепляется, даже если имеет довольно большое заглубление. Трава здесь не имеет плотного ковра, она достаточно разрозненная, поэтому такая ловля вполне применима. Но в проводке есть некоторые нюансы. Но основные я сейчас вам объясню. Вот я делаю довольно дальний заброс, метров на 60. И проводка довольно активная. Не сказать, что она агрессивная, а вот такие постоянные рывки, при этом почти без пауз. Потому что приманка движется вниз по течению и активный хищник, заметив такую приманку, конечно же, бросится ее догонять вниз по течению. Вот эта травка, вот как раз продернул. Если бы я сейчас проводил вверх по течению, против течения и зацепил эту травку, то мне бы пришлось вытаскивать двухметровый кусок водорослей, что ведет к потере времени. А так я сдернул приманку и продолжил ее проводить. Вот видите, я делаю довольно активные рывки, почти без пауз. И приманка довольно быстро приплывает уже ко мне сверху вниз по течению. Вот она уже почти около катера. Ну, собственно, вот видите, заброс примерно на 60 метров и проводка занимает совсем немного времени. Такая методика ловли, конечно, вот травку немножко зацепил, но это не страшно. Такая методика ловли рассчитана в первую очередь на ловлю активной рыбы. А сейчас в утренние часы хищник находится на пике своей активности. Акватория у меня довольно большая, бровка протяженностью километра полтора. Чтобы мне ее всю прочесать, нужно ловить именно в таком скоростном ключе и, как говорится, пробежаться по сливкам. Собрать самую активную рыбу и в этом случае я буду вознагражден большим количеством поклевок. Ну и самое главное, конечно, перемещаться с места на место активно, не застаиваться на точке, не пытаться вымучить чего-нибудь. Потому что, потратив время на неактивную рыбу, можно пропустить поимку двух-трех активных рыб методом перемещения. Ну что, за очередной рыбой великолепно попал. На меня пошла. Это щука хорошая. Прям идет даже без сопротивления. По течению ей помогает, она по течению сюда идет, иногда дергается. Рудра справилась и с неприятным ветром при забросе, и с подводной растительностью на проводке. Головль не устоял. А у вас есть крупный минув на головля? Или вы по-прежнему думаете, что это невозможно? Ой-ой-ой, красавец какой! Вот смотрите, какой головль. Рудру схватил. Ну и если обратите внимание, то, в принципе, на фоне этого головля, Рудра не выглядит такой уж и огромной. Хотя многие считают, что это слишком большая приманка для этой рыбы. Ну, такое случается не сказать, что каждый раз на каждой рыбалке, но довольно регулярно головль ловится на крупные воблеры минув. Не только на Рудру, на все виды качественных классных воблеров минув эта рыба ловится. Да, так по весу 2300-2400 где-то. Приятная рыба. Ну и, наверное, с Рудрой я сейчас свое общение прекращу, потому что я прошел вдоль свала и здесь уже глубина увеличивается. Буду менять приманку на более глубоководную. МСФка Рудра идет на глубине 1,8-2 метра. Здесь уже нужно что-то более глубоководное. Я сейчас открою свой ящик, подумаю, что бы здесь поставить. Ну, а головля, конечно, отпускаю. Такое впечатление, что тема «Кого и как можно поймать на крупные минув» интригует не только рыболовов, но и рыб. Алексей старается удивить их, а они, в свою очередь, его. У меня всего один вопрос. Что вообще происходит? С утра поймал головля на Рудру, теперь поймал головля на Ита Шайнер. Где Щука? Щука, ты где? Алло. Даже не знаю, может этот фронт здесь мешает. Это... Просто не знаю, как выразить свои эмоции по этому поводу. Голавль на крупные воблер минув клюет чаще, чем Щука. Что происходит? Просто не понимаю. Ну, давай, очередная непрофильная рыба. Рыба непрофильная в прямом смысле. Я ведь рассчитываю поймать щуку и крупного окуня, а клюет голавль. Его здесь на Волге, конечно, можно ловить и целенаправленно. Ну, и в прилове на воблер минув тоже интересно. Поклевка такая, жесточайшая. Плыви, дорогой. Щуки, ау, вы где? Где же вас искать-то? Это, вроде, щучье место, трава, свал, глубина, перекат, течение. Все есть. А щуки нет. Конечно, ситуация трагикомическая. Щуки ушли, как говорится, на дальний кордон. Иначе такой заядлый щуколов, как Алексей, разумеется, их бы выманил. Но давайте взглянем на происходящее под другим углом. Наверняка у кого-то прямо сейчас сломались стереотипы по поводу того, на что надо ловить головля. И теперь вы смело можете положить в головлиную коробку и большой воблер минув. Как говорится, а что, а вдруг? Хотя, собственно, почему вдруг? На случайность все это не похоже. Ведь головли-то все прибывают. Это явно опять не щука. Угадайте, кто? Угадайте! Я думаю, одной попытки достаточно. Опять он! Головль! Ну иди сюда, что сказать. Зубов только не хватает. Это так, конечно, полноценный хищник. Головль. Ну что, Головль, наверное, ты плыви, позови щук, пускай хоть они поклюют нам. Немного щук и много головля. На этой интригующей ноте расстанемся с Алексеем и его крупными минув до следующей серии. А это уже не жерех. Ну и не щука. Это, это, это окунь. В традиционно крупном размере. Ух, спиннинг его подниму. Смотрите, какой красавец. Щука! Наконец! Я думал, уже все, в Волге щуки закончились, их здесь не существует. Ну вот она, наконец, клюнула. Небольшая, но щука зубастая, настоящая. 700 зубов пасти. Она! lactожиция 1 Billy 2 1 3 2 2 3